Кыргызстан Кыргызстан Ситуация однозначно меняется Ещё несколько лет и культура Куда будет соблюдать правила А вот с другой категорией участников ДД не всё так просто, изда по встречной полосе, полное игнорирование дорожных знаков и парковка в стиле «где хочу и как хочу». Слугам народа порой даже сотрудники милиции не указ. Понятно, вон там место есть. Вон, видите. Да. Спасибо. Вот машина депутата проезжает на красный свет, а мэр Бишкека и вовсе не замечает дорожных знаков. А это видео в недельной давности. Родственник какого-то чиновника пытается скрыться от патруля ДПС. В погоню бросается даже начальник дорожно-патрульной службы. К счастью, погоня заканчивается без происшествий в одном из жилых дворов. При преследовании сотрудниками ДПС данную автомашину, данная автомашина создавала множественные аварийные ситуации, выезжала на полосы встречного движения, проезжала на красный сигнал светофора. Все-таки было остановлено путем преследования. При проверке данного водителя отсутствовало водительское удостоверение. Потом выяснилось о том, что водительское удостоверение было лишено судом. Манера изли чиновников начала раздражать кыргызстанцев. За последний год в стране сформировалось виртуальное общественное движение, выявляющее высокопоставленных нарушителей. Активисты группы, в основном простые водители, снимают наглых чиновников на видео. Они всегда пытаются, когда что-то против них появляется, какая-то информация, какой-то там компромат или на их детей, они всегда пытаются это замять. Сейчас у всех есть мобильные телефоны с камерами, сейчас у многих есть видеорегистраторы, поэтому бесполезно прятаться. Среди чиновников, вероятно, еще остались сознательные люди. Депутат кыргызского парламента Бакыт Тарабаев, например, неделю назад показательно поменял свою машину на велосипед. С тех пор парламентария на дорогах не встречали. Люди надеются, что это не показуха, и ныне пеший депутат сможет донести до своих коллег чаяния народа в отношении касты, неприкасаемых с красными флажками на госномерах.